В Анапе прошел финал международного фестиваля по футболу. Большие звезды светят малым, в котором приняли участие 84 команды. Была среди них и наша ижевская команда «Зенит-1», которая в итоге стала победителем турнира. О них наш сюжет. Этим мальчишкам по 9 лет и в отличие от своих ровесников, они точно знают, кем хотят стать будущим – профессиональными футболистами. И равняются они все на ведущих игроков мира. Один из них – аргентинец Лионель Месси. Есть кумир? Кто тебе нравится, как он играет? Месси. Он левша, и я тоже. Успевают юные зенитовцы все. И учиться в школе успешно, и играть в футбол хорошо, и заниматься творчеством. За 9 лет 4 финала. В каждом из них Аргентина проиграла. Я уже старый, мне 29. Только что ухожу я, я не могу поверить. Мяч гоняют они с 6 лет. Начинали, как и многие, во дворе, а потом пошли в профильную школу. Говорят, на футбольном поле главное – быть командой. Что они доказали на деле, став победителями международного турнира в Анапе. Готовились к этому турниру и ждали триумфа. Но это дети, могло быть все что угодно, поэтому мы доказали, что наш коллектив самый сильный из 84 команд. И все сложилось удачно. Хотя в финале было очень тяжело. В решающем матче турнира ижевчане встречались со сверстниками из Самарского клуба «Крылья Советов». Победитель этого матча определился только в серии пенальти. Сильнее оказались ижевчане. Было играть очень сложно. Проигрывали 2-0. И во втором тайме мы вырвали эту победу за счет нашей команды. Тогда мы чувствовали, когда мы победили второй раз над «Крыльями Советами». И мы проигрывали 2-0 в первом тайме. И на втором сравняли. И по пенальти выиграли их. И все кричали очень громко. И старый оскол за нас болел. И все команды, и тренера там были в эмоциях, когда пропустили 2 мяча. А потом сравняли на последних минутах. Лучшими игроками турнира «Большие звезды светят малым» стали ижевчане Ефим Буркин и Андриан Вахрушев. И новости с других спортивных арен. В Чайковском стартовал чемпионат России по летнему биатлону. В первый день были разыграны награды в мужской и женской индивидуальных гонках. Наша землячка Валентина Тилицина показала четвертый результат дня. Ижевчанин Александр Поварницын был 14-м. Чемпионат России летний – это всегда какой-то срез. Срез твоих показателей, чего ты достиг за лето. И он очень интересен в плане того, чтобы посмотреть их, есть прогресс или нет. В Можге прошло первенство Удмуртии по баскетболу среди юношей 2004 года рождения. Победителями стали хозяева площадки. В финальной игре они одержали победу над сверстниками из Ижевска со счетом 71-51. Бронзовые награды достались команде из Улы. А в Сарапуле тем временем определились победители Кубка Федерации смешанных боевых искусств Удмуртии. И там отличились спортсмены Воткинской школы самбо-дзюдом. В разделе «Борьба без кимоно» в разных отрасных группах они завоевали шесть золотых медалей. Всего в турнире участвовали более 60 атлетов из Ижевска Болезино, Сарапула, Кеза, Глаза, Василочки. Герой нашего сюжета подтянут, энергичен и всегда весел. Михаила Ткаченко редко увидишь в плохом настроении. Ему помогают держать себя в тонусе спорт и молодежь. С наставником Михаил Владимирович работает вот уже 40 лет. Мы с ним встретились и поговорили о жизни, спорте и, конечно, биатлоне. С чем вы занимаетесь? Ну, вообще я на заслуженном отдыхе, как говорят. И работаю со своей воспитанницей, с путятиной, со спортсменами, с девочками, с мальчиками. Мне нравится общаться с детьми, мне нравится общаться с тренерами, мне нравится вообще просто все равно этой жизнью жить. В колледже вся жизнь этому посвящена, то выдумывать нечего. Все уже отдано, все для этой жизни. Как методики меняются? Вот столько лет прошло, когда был Медрецов подготовлен? Да все. Ну, все поменялось. И, во-первых, инвентарь. Взять только от меня инвентарь. Если я начинал на валенках и на мягких ремнях, от кирзовых ботинок, от деревянных лыж. И сегодня, ну, сегодня и дети одеваются, и форма другая, красивая. У нас что, сапоги фуфайка, вот в то время-то было. А сейчас уже все равно дети и очки одевают, нижнее белье хорошее покупают, форма хорошая, красивая. Лыжи другие, палки другие, ботинки другие, все другое. Вспоминая вот валенки, кирзовые сапоги, вот тогда не было термобелья. Как от перехлаждения, от того, что вот, ну, обморожение, как предохранялись? Все предохранялись плавками, газетами прокладывались, прокладки делали. Были металлические крепления. Туда обязательно газеточку вставляешь, на зубья одеваешь, чтобы между ботинком и вот этой дюралью был какой-то, какая-то бумажная прослойка была. Все было. И, кстати, бегали в 30, в минус 30 у нас соревнования не отменяли. Дети не меняются. Как я начинал работать молодым тренером, так все и остается. Ничего не меняется. Дети, они всегда остаются. Удмуртия, она всегда славилась юношами интересными. Я думаю, что мы эту стезю пока еще долго не упустим. Тренерский штаб помолодился. Я был самый молодой, начинал когда-то, а теперь я уже самый старый. Удмуртия – это все равно кладезь биатлона никуда не девается. И анонс выходных дней. В воскресенье на комплексе Демидова стартует первенство России по биатлону среди юниоров в программе индивидуальная гонка, спринты и эстафеты. В первый день начало соревнований в 11.00. В этот же день в 11.30 в спортзале ИЖГТУ определят победителей участницы всероссийского волейбольного турнира среди женских команд. А в 10.30 на комплексе Кулаковой будут разыграны награды первенства Удмуртии по общей физической подготовке среди лыжников-гонщиков. А через несколько секунд с гостями в студии мы поговорим о старте женской гонбольной суперлиги. Программа создана при поддержке Министерства спорта, физической культуры и молодежной политики Удмуртии.